Heavy Rain, Resident Evil 5, Diablo 3, StarCraft 2, Gran Turismo 5, а также авторы Doom украли идею у российских разработчиков. И на Орка с бензопилой и автоматом. Это и многое другое прямо сейчас в виртуалите. Привет, меня зовут Макс Васильев, и это виртуалите. В ближайшие полчаса вас ждет только самая новая и интересная информация из мира видеоигр и компьютерных развлечений. В Японии забанили одного читера до 9999 года. Страшно даже подумать, что он мог такого натворить, чтобы заслужить подобное. С помощью секретных паролей раздел всех игровых персонажей, а потом... Так, стоп! Лучше помолчи. Друзья, надеюсь, вы не последуете примеру этого читера и будете играть честно. Ну, хотя бы в те проекты, которые попали в наш новостной блог. Кто сказал, что плоские бегалки слева направо, ну или справа налево, вымерли как жанр? Пусть этот пустобрюх отведает клинка бесстрашного ниндзя Кисуке, очаровательные гейши Момо Киме и бесстрашные амазонки Торо Киме и сёгуна Юка Ноджи Ягуни, ну и ещё нескольких воинов, чьи имена также трудно произносим. Все эти личности — главные герои платформенной аркады Мурамаса The Diamond Blade для Nintendo Wii. Такие игры были популярны в начале 90-х на приставках Дэнди, поэтому есть отличный шанс трикнуть стариной и зарубить сотни врагов и пару десятков чудаковатых боссов, если, конечно, вас не смущает сюжет в духе японского эпоса, близкого к маразму. Гусидо, кёкионикай, оригами, самурай! Настали тёмные дни. Солдаты метались в окопах, не зная, куда деться. Римские легионеры в ужасе бежали от странного человека с огненной палкой, а солдаты генерала Кастрея падали с лошадей, сражённых железным дождём. Всё смешалось в шутере Darkest of Days для PC и Xbox 360. Поражённый гранатомётом «Командос» из будущего на полях Первой мировой. Он же с автоматической винтовкой против гитлеровцев. Он же с шотганом сражается под флагом Конфедерации. Он же, но с каким-то футуристическим бластером выигрывает битву при Помпее. Тут без корпорации «Хронотек» путешествие во времени явно не обошлось. Хотите знать, как случился этот беспредел? Конечно, мы тоже хотим. Вот сейчас достанем ракетницу и сейчас всё узнаем. Не ходите, дети, в Африку гулять. Там не только гориллы и злые крокодилы, но и недобрые дядьки с красными глазами и какой-то дрянью в голове. Называется она «Ура Борос». И если вы играли в Resident Evil 5 на консолях, то знаете, как с ней бороться. А если вы убеждённый PC-геймер, то самое время приобщиться к прекрасному, то есть к истреблению зомби и прочих мутантов в пятой части знаменитого жастика от Кэппо. С опозданием на несколько месяцев добралась-таки она и до персонала, сменила геймпады на клавиатуру и мышь, и ждёт момента, чтобы зажрать вас! Resident Evil, конечно, заслуженная серия с долгой историей, но есть гораздо более маститые игровые проекты. Например, знаменитые стратегии «Command and Conquer». Знаете ли вы, что Джо Кукан, исполнитель роли главного злодея сериала «Кейна», был занесён в книгу рекордов Гиннеса как человек, дольше всех играющий виртуального персонажа? Вы не знали? Тогда усырите силу Кейна! Безжалостный взгляд, чёрная борода, лысая пашка. Этого харизматичного злодея знают все. Кейн, лидер «Братства Нот» в серии «Command and Conquer», самый очаровательный негодяй в истории видеоигр. Хотя впервые его роль, актёр и по совместительству режиссёр заставочных роликов, Джо Кукан сыграл 15 лет назад. Он до сих пор помнит, с чего всё начиналось. Это было очень давно, но, конечно, я всё помню. Мы тогда просто дурачились, я махал в камеру кулаком, кричал что-то вроде «Я убью тебя!» Это были тестовые записи. Мы тогда только начинали работу над сжатием видео для формата CD. Вот так из простых демозаписей родился образ одного из самых безумных тиранов виртуального мира. Потом серия «Command and Conquer» обросла легендами, шесть раз попала в Книгу рекордов Гиннесса и продалась тиражом более 30 миллионов копий. А Кейн на протяжении всех восьми игр выбирался живым из самых опасных передряг. Но в четвёртой части CNC разработчики твёрдо решили поставить точку в саге о таинственном минерале Тибериум. В CNC 4 откроется наконец, кто такой Кейн на самом деле. Вы получите ответы на вопросы типа «А почему он делает, что делает?» «Какие у него мотивы?» «И зачем он это затеивает?» Это финал Тибериумной саги, но я думаю, это не конец серии CNC. И я надеюсь, вы все когда-нибудь встретите Кейна. Привет, MTV Россия! Возможно, это и конец Тибериумной саги, но никто не в силах убить мессию. Проект Heavy Rain ещё не вышел, а разработчики уже поговаривают о скачиваемых дополнениях. По их словам, это будут отдельные истории, не связанные с основным сюжетом игры, а раскрывающие образы главных героев. Это вроде как недавний фильм «Люди Икс Росомаха» раскрыл подробности моего любимого героя-мутанта. Ну, в чём-то ты, конечно, прав. Только Heavy Rain не про мутантов. Это игра о таинственном маньяке, оставляющем рядом с телами жертв фигурки-оригами, о полицейском, страдающем наркотической зависимостью, который ловит этого маньяка, и об одинокой журналистке, которая мается бессонницей и переезжает из отеля в отель в поисках сенсационного материала. Вернее, Heavy Rain — это не игра, а скорее интерактивный фильм, где вы не просто зрители, а главный герой. И даже не один герой, а четверо. Играть можно и за полицейского наркомана, и за журналистскую неудачницу, и за... А вот остальных двух героев нам пока не представили. Так что давайте знакомиться. Его зовут Скотт Шелби, он частный детектив 50 с лишним лет. Довольно крупный мужчина. Когда-то он был полицейским, настоящий уличный коп, и так до сих пор и живет, как будто на дворе 60-е. Скотта наняла семья одной из жертв оригами киллера, чтобы найти убийцу. В поисках улик он приходит в магазинчик Хасана, который содержит отец одной из жертв оригами киллера. Они завязывают беседу, но хозяин лавки общается крайне неохотно, и как опытный детектив, Скотт чувствует, что тот что-то скрывает. Но едва детектив отошел в дальний угол магазина, как внутрь ворвался какой-то парень с пушкой и попытался ограбить владельца. И вот тут у игрока есть несколько вариантов действия. Можно подкрасться сзади и долбануть грабителя по башке, или попытаться поговорить с ним и убедить его, чтобы он не делал ошибку. Но оставим пока Скотта Шелби с его нелегким выбором и познакомимся с последним героем драмы. Его зовут Итан Майлз, он архитектор. Когда-то у него была семья, и он был счастлив. Но судьба жестокая обошлась с Итаном. В автокатастрофе погиб его сын. Жена Майлза обвинила его в смерти сына и ушла от него. А через некоторое время второго сына Итана Шона похищают. Итан считает, что Шон стал жертвой оригами-киллера и начинает свое расследование. Таким образом, нити судеб всех четырех персонажей, ищущих одного убийцу, причудливо переплетаются. Кто похитил сына Итана Майлза? Что скрывал Хасан от полиции? Почему бессонница терзает журналисту? И, наконец, кто такой оригами-киллер? Ответы на эти вопросы надежно скрыты. И найти их можно лишь в одном месте, имя которому — Heavy Rain. Далее в виртуалити. Diablo 3, StarCraft 2, Gran Turismo 5, а также авторы Doom украли идею у российских разработчиков. И наши самолеты разбомбили западных геймеров. Это виртуалити, мы вернулись. Осень уже наступила, а значит, хорошие игрушки повалятся пачками. В преддверии этого игропада мы расскажем вам о новых фишках в некоторых ожидаемых проектах. Diablo 3 как никогда близок к выходу. Нет, конечно, точную дату так и не назвали, потому что ее знает один лишь дьявол. Однако обилие свежей информации радует. Например, недавно компания Blizzard анонсировала нового персонажа. Итак, внимание, монах. Да, только этот джипчик не из тех святош, что отращивают подрясый пузяку и машут кадилами налево-направо. Это настоящий боевой монах, достойный наследник шаолинских коллег. Он хорош в ближнем бою, владеет святой магией и разнообразными комбо-ударами. Также очень любит подраться. Впрочем, как и все остальные герои Diablo 3. Дьяволский монах — лучшая иллюстрация картинки «Добро с кулаками» и «Добро с боевым посохом». Эх, берегитесь, черт. Любители гонок также получили свою порцию плюшек. Не успел выйти Need for Speed Shift, как на носу уже замаячил долгожданный релиз Grand Tourism 5 для PS3. Фанаты ждут игру уже не один год и как-то привыкли к постоянным задержкам. А тут вдруг осенью релиз. Как-то неожиданно. Прям даже и не верится. Но в доказательство своих слов разработчики представили новые трассы и автомобили. А также, внимание, фанаты готовки валерьяночку, полноценную систему повреждения автомобилей. Ура японцам! Ну и, конечно, нельзя обойти вниманием нашего заочного любимца — стратегию StarCraft 2. Как стало известно, его выход запланирован сразу после Diablo 3, причем появится лишь первая часть трилогии «Компания за тиранов». Однако, вот вам пара отличных новостей. Первое — это то, что появится Сара Кэрриган, культовый персонаж из первой игры, которую в StarCraft 2 озвучит симпатичная тетенька Триша Хелпер, звезда сериала «Звездный крейсер Галактика», которая уже успела подарить свой голос персонажу Хэлла 3. И вторая хорошая новость — вместе с игрой будет идти продвинутый редактор уровней, который позволит создать практически любую модификацию от стрелялки до РПГ. Вот такая вот лепота. Жаль, ждать еще долго. Да, действительно, ждать этих игр еще долговато. Но не стоит мучиться и страдать. Предлагаю воспарить в небо и обрушить боевую мощь вашего истребителя на врага. Что? У вас еще нет боевого истребителя? И в небе врагов не видите? Так, что же с вами делать? Интеллект, ну скажи им! Смотрите наш следующий сюжет. Спасибо, боевой товарищ! Авиасимулятор Ил-2 в представлении не нуждается. Игра вот уже несколько лет прочно обосновалась в сердцах и на компакт виртуальных пилотов. Завоевав компьютерный Олимп, отечественный самолет штурмует Xbox 360 авиасимулятором Ил-2 «Крылатые хищники». В отличие от компьютерной версии, графика здесь сногсшибательная. Добавлены новые мультиплеерные режимы, а управление самолетом немножко упрощено. Тем не менее, разработчики подошли к созданию проекта весьма серьезно. Достаточно сказать, что все звуки в игре, включая шум моторов и взлетно-посадочные звуковые характеристики, записывались в авиационном музее Куберки. Нам нужны поршневые двигатели. Вообще-то, времена Второй мировой войны, вот, и не существует такой в библиотеке, типа, а вот запись там этих самолетов многих нету, то есть там нету даже этих двигателей в природе уже. Воссоздав модели самолета, авторы решили вплотьдно заняться сюжетом игры. Поскольку время действия крылатых хищников все та же Вторая мировая, разработчики решили не притягивать сюжет за уши, а сделали много различных миссий, каждая из которых посвящена какому-нибудь реальному историческому событию. Они основаны на реальных событиях, то есть или само задание — это реальные события, или основаны на дневниках, воспоминаниях пилотов. Кроме проработанной одиночной кампании, крылатые хищники щеголяют отличный мультиплеер, в котором вас ждут 40 самолетов и 4 различных режима — от стандартных одиночных и командных сражений до некоего подобия контр-страйка, в котором одна группа обороняет цель, другая должна ее уничтожить. Но самый занятный режим — это захват аэродрома. Здесь на игровом поле царит настоящий ад. Примерить летные костюмы, погрузиться в кучину сражений Второй мировой можно уже сейчас, если, конечно, у вас есть иксбокс, геймпак, свободное время и желание почувствовать себя настоящим пилотом. Поздравляю всех! Ведь теперь можно не краснеть за наших разработчиков. А что, хорошая игра, да еще и для консоли, давно бы так. Джон Кармак, кстати, тоже захотел разнообразия и сейчас работает над мультиплатформенным проектом. Квейк, Дум, Вельфенштейн — эти шутеры и компания ID Software, их многочисленные продолжения, всенародно любимы и почитаемы миллионами геймеров. Но буквально пару лет назад глава ID Software Джон Кармак анонсировал совершенно новую игру — Rage, довольно сильно отличающуюся от предыдущих проектов. Взять хотя бы место действия. Вселенная Rage — это мир после апокалипсиса. Гигантский астероид впечатлся в землю матушку и навел шорох. Минуточку, минуточку, минуточку. Что-то нам это напоминает. Метеорит упал на землю, постапокалипсис... А, точно! Вы помните игру Эксмахина от отечественных разработчиков? Ну, там тоже что-то где-то упало на землю из космоса и потом всем стало плохо. Главный герой Макина гонял на раздолбанных тачках от бандитов и мутантов по пустошам и спасал человечество. Интересно, а нет ли в Rage прокачанных вооруженных автомобилей? Одно из основных отличий от наших предыдущих игр — это транспортные средства. Теперь от бандитского логова до базы мутантов можно промчать с ветерком на крутой бронированной тачке — обвешанное оружие. Вы можете пересаживаться и на другие тачки и участвовать в гоночных заездах. Короче, гонки и шутер — это в два раза лучше, чем просто шутер, а то и в три. Ну и дела. Кто бы мог подумать, что разработчики самых популярных шутеров вот так вот возьмут и сделают гоночную ролевую игру, да еще так похожую на творчество отечественных разработчиков. Интересно, когда появится этот проект. Это провокационный вопрос. Обычно в таких случаях мы говорим «закончим тогда, когда закончим». Но для игроков я скажу, что мы постоянно думаем о том, как бы что улучшить, чтобы им было интереснее играть. В общем, у нас пока есть техническая демо-версия, и мы точно не определились с датой, но поверьте, мы делаем все, чтобы приблизить этот момент. Верить или нет, решать вам. Но даже несмотря на такую удивительную схожесть, Рэйдж с проектом Экс Маккена авторы Думы и Квейка заслуживают уважения. Ну а кто сомневается, тому хэдшот из дробовика и на постапокалиптические пустоши. Ворон кормить. Далее в виртуалити. Как я провел киберспортивное лето. И с кем отметить День Космодесантника. Это в виртуалити. Мы продолжаем знакомить вас с новым и необычным из мира компьютерных развлечений. Тетрис увеличивает ваш мозг. Нет, ну серьезно. Ученые провели ряд исследований и выяснили, что ваш брейн становится больше и эффективность его работы увеличивается, если вы играете хотя бы 30 минут в день. Если же наоборот вы хотите уменьшить содержание серого вещества, но нарастить мышцу лучшего средства, чем Вархаммер, не найти. Здесь нет места хлюбикам и маменькиным сынкам. Здесь выживает сильнейший. Ну или тот, кто раньше нажал на курорт. Это мир Вархаммер 40 тысяч. Одно из самых брутальных виртуальных вселенных. И новый проект студии Relix Space Marine не даст вам усомниться в этом ни на секунду. Спейс-Марина. Это экшен-РПГ для Иксбокс 360 и Перстрим. В вашем распоряжении окажется космический десантик, и это значит, что каждое нажатие на клавишу вызовет на экране волну насилия. Это точно. Автоматы-бензопилы превращают ваших врагов в кровавое месиво. И не всегда важно, из-за чего ведется эта война. Хотя в этот раз ситуация более чем возмутительная. Во вселенной Warhammer 40 тысяч такие дела на императорскую планету, на которой изготавлялось оружие, транспорт и прочие техниках, торка из орки. Вы с товарищами должны выпихнуть орков с планеты во что бы то ни стало. Пока не ясно, какие еще расы появятся в игре, но то, что там будет ураганный мультиплеер, это совершенно точно. Также разработчики привасли кучу сюрпризов, вроде всяческих технологических штуковин и транспортных средств. Четыре вида десантников, плюс кастомизация персонажей, апгрейд оружия, еще много всего. Вот только появится игра никак не раньше следующего года. Поэтому габите сила для решающей схватки, где они вам ой как пригодятся. Ну а если речь пошла о мультиплеере, как же тут не вспомнить нашего киберспортивного комментатора Лиссориуса? Он как раз вернулся из отпуска и готов зачитать нам свое сочинение на тему «Как я провел свое киберспортивное лето». Интеллект, законнекти нас! Коннект, стабильный Макс. С приходом осени арены киберспортивных сражений заметно опустили. Гладиаторы 21 века спешат развоплотиться обратно в школьников, студентов и менеджеров среднего звена. Самое время вспомнить, где оттягивалась киберспортивная тусовка в последние дни лета. Зажечь в любимые шутеры от EAT Software можно было на фестивале QuakeCon в Далласе. Ответственный за пожарную безопасность лично президент компании Джон Кармак. К слову, именно он в середине 90-х подарил чемпиону самого первого QuakeCon свой новенький красный Феррари. Общепризнанно, благодаря щедрому жесту создателя Дума, электронный спорт и родился на свет. Увы, с тех пор лишние автомобили у Джона закончились и раздавать призы миллионер предпочитает наличностью. Так, 4000 зеленых отправляются в карман белоруса Алексея Янушевского, бронзового призера турнира по Quake Life. А все главные награды расхватали хозяева американцы. Что ж, тем ценнее успех снайпера из Минска. На QuakeCon американские гастроли кибератлетов не закончились. Следующая остановка про календаря калифорнийский Анахайм. Мегко всех безнадежно влюбленных. Выиграй студии Blizzard. Фестиваль Близзкон держит звание Вудстока от мира компьютерных развлечений. Много музыки, необычных костюмов, а главное горячих зрительских эмоций. Чемпионат 3 на 3 по World of Warcraft. Зрелище бессмысленное только в первом приближении. Для тех, кто в теме, финальная победа американцев из TSG над южнокорейской дружиной Шипит была настоящим пиршеством для глаз. Редкая слаженность действий. В стратегиях StarCraft и Warcraft 3 балом правили уже только корейцы. Что, впрочем, не шибко важно на фоне последнего романтического аккорда. Сразу после церемонии награждения занявший второе место в Warcraft голландский орк Мнель Шингхузен, став на одну колено, сделал предложение своей девушке Кассандре. Прием сработал блестяще. Зал аплодировал стоя, девушка сказала «Да». Нет денег на воев за границу не беда. Покрыть себя ратной славой или, как говорят про геймеры, респектом, можно и в Москве. Главное знать где, когда и во что, собственно, играют. Чемпионат мира по онлайновой JRPG Ragnarok проводится третий год подряд. В авангарде уверенно шагают корейцы, французы и американцы. Российским игрокам до компьютерных пианистов Ragnarok пока что далеко. А впрочем, посмотрим. Финальная часть отборочных к мировому форуму, которая вскоре состоится в Японии, прошла в одном из московских интернет-кафе. До определяющей стадии дошли две команды агрессивно атакующая Дисфория и действующая от обороны Репаблик. После четырех напряженных матчей победу одержали те, кто не спешил с атаками и выжидал ошибок. Причем ошибок не только соперника. Все играли более-менее нормально, все как и задумывалось. Решили просто вот ЧП, грубо говоря, вот эти непредвиденные обстоятельства. Как итог, успех праздновала Репаблик. Правда, недолго. Вскоре выяснилось, что у доброй половины игроков команды-победительницы нет загрампаспортов. Чем думали парни? Так что в Японию в качестве сборной России отчаливает дисфория. И чтоб без медалей не возвращались. Таков обзор виртуальной спортивной жизни. Все, Макс, можешь разводить телемост. Увидимся. Спасибо, Лиссуриус. Очень познавательный рассказ. Я надеюсь, ему удалось позагорать, покупаться. Ну а на сегодня все. Увидимся на следующей неделе. С вами был Макс Васильев. Стэнбай. Субтитры сделал DimaTorzok